Знаешь, мы же маленькие помощники Санты, на фабрике делаем игрушки. Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из вас уже знают уникальный звук синтезаторов Сома, но мало кто знает, что стоит за этим звуком, сколько труда, сколько процессов, сколько уникальных подходов внутри этих коробочек, и почему этот звук рождается именно таким. Я сам являюсь поклонником технологии сборки синтезаторов и вообще звукового оборудования 40-х, 70-х годов. Я считаю, что это золотая эра, золотой век звукотехники, и это не только потому, что гении звукорежиссуры и радиоэлектроники трудились над схемотехникой и над саунд-дизайном, но и потому, что в те времена применялись совершенно иные технологии сборки, которые также очень сильно влияют на звук и конечный результат, который вы получаете от синтезатора. Процесс сборки радиоэлектронного оборудования был крайне не унифицирован, и содержал в себе огромное количество ручного труда. То есть буквально каждая деталька припаивалась отдельно, и каждое соединение делалось отдельно. И отсюда рождается очень много вот той самой пресловутой теплоты и душевности человечности звука 40-х, 70-х, которые так любят саунд-продюсеры и музыканты. В нашей лаборатории СОМА мы постарались, насколько это возможно, возродить технологии сборки инструментов 60-х, 70-х годов. Все флагманские устройства, СОМА такие, как Лира, Пульсар, Пайп, все это собрано во многом по технологиям именно вот тех старых времен. И содержит в себе огромное количество ручного труда, огромное количество внимания человеческого, живого. Я не скажу, что, например, Лиру или Пульсар нельзя сделать при помощи современных технологий, микромонтаж, автоматическая сборка, вся вот эта компоновка. Но при этом теряется самое главное. То есть это, во-первых, некая атмосфера, то есть что этот прибор все-таки он ручной сборки, он кастомный. А второе, это все-таки, да, если углубляться в эзотерику, в звук и в общее ощущение, это то, что, используя компоненты и технологии, которые использовались в прошлом веке, все-таки звук отличается от современных. Звуковое оборудование, оно из всего технологического инверторя, которым пользуется человек, наименее функционально и наиболее эмоционально. И вот здесь неидеальность, странность, шероховатость играют первостепенную роль и зачастую гораздо важнее, чем правильность и выдерживание каких-то цифр и параметров. Буквально каждый элемент и каждая пайка вносят свой вклад в звук. Там звучат и материалы, и элементы, и температурные режимы пайки. Все это в итоге формирует характерное звучание инструмента. Это невозможно померять приборами, но можно ясно ощутить. То есть наш внутренний осциллограф при общении с таким сортом оборудования распознает это как нечто интересное, уникальное. То есть этот прибор становится чем-то особенным у вас в студии. Все начинается с Гриши. Гриша – это мой инженер-помощник. То есть я разрабатываю саунд-дизайн, схемотехнику, программное обеспечение, а Гриша все это запаковывает в индустриальную конструкцию. У Влада прибор начинается с идеи, с какой-то концепции. Он ее вынашивает, и самое главное, он эту идею потом своими же руками прототипирует. То есть он из небытия делает прибор. Фактически максимально близко похожий на готовый прибор. И потом вот этот прототип, он показывает мне. В голове у меня происходит связка, то есть как эта плата должна вставиться в будущий корпус, который тоже проектирую я. Это очень трудоемкий и очень важный шаг на пути появления готового прибора, потому что от него зависит, насколько удобно будет собираться прибор, насколько он будет собираться экономно в плане стоимости производства, насколько удастся его сделать компактным, насколько все это будет легко в сборке и так далее. И кроме того, я обращаю внимание на красоту. Я считаю, что печатная плата – это эстетик. Когда ты берешь фирменный инструмент и смотришь на его печатную плату, ты получаешь эстетическое удовольствие. Как там расположены детали, как там стоят компоненты, проведены треки. Один вопрос – это сделать один прибор. И совершенно другой вопрос – сделать, например, несколько тысяч приборов. Это значит, что будут задействованы рабочие, будут задействованы инженеры, будет задействовано снабжение. И передать информацию, вот эту, ее можно передать только инженерным языком. Для этого нужна документация инженерная. И вот эту документацию в том числе делаем мы, потому что то, что придумал конструктор, еще не факт, что это может быть реализовано в том виде, в каком это придумано. Даже корпус наш изготавливается во многом вручную. То есть, понятное дело, раскройка идет лазером, но гиб идет вручную. Покраска пороскуршковая ручную. И шелкография только вручную во всем мире ее не катают никакими роботами. Это старинный, 200 или 300 летней давности, ручной процесс с вот этим ракелем, с этой сеточкой. И тут надо уметь, тут уже важно мастерство, потому что как ты катаешь эту шелкографию, сильно зависит внешний вид прибора. С корпусами мы реально прошли огонь, воду и медные трубы, потому что в наших краях, в российских, все заточено на Роскосмос, Росатом и Военторг. И поэтому там совершенно нет требований к дизайну. То есть, там есть большие требования к надежности, какие-то механические параметры, чтобы прямое попадание ядреной бомбы выдержало. Но вот чтобы шелкография была напечатана ровно, красиво, корпус был без царапин, без всяких пятен. Вот это очень сложно, потому что ни Росатому, ни Роскосмосу это не важно. И вот как раз наши партнеры АЛАС прекрасно этим владеют, и мы их любим, с ними дружим. И практически все, что сделано в русском подразделении СОМА, сделано в плане корпусов металлопроизводства, сделано в АЛАСе. Первый этап – это приемка всего на склад и проверка качества за исполнителями. То есть приезжает, например, там 100 корпусов на пульсары, садится сотрудник отдела техконтроля и начинает их глазками все просматривать, то есть чтобы пока они доехали, на них не было сколов, деформаций, все было прокрашено там и так далее. То есть то же самое касается электронных компонентов, что они приехали в нужном количестве, нужного качества. Дальше собирается печатная плата, напаивается туда детали. Это сложный, долгий процесс. Мы сначала паяем все, что можно помыть, моем, потом паяем то, что мыть уже нельзя, и это уже идет в сборку. Потом это дело поступает дяде Вите. Это вот наш бессменный, единственный механический сборщик, очень хороший, который собирает это в корпус. Собрать пульсар в корпус очень сложно, потому что надо, чтобы попали в дырочки порядка 300 пимпочек. Ну вот, я их собираю. Значит, сначала там они по электрике проверяются в какой-то степени, до какого-то момента. Потом я их должен собрать в корпус, потому что корпус пульсара тоже является неотъемлемой частью процесса всего. Значит, обратно отдаю. Ребята опять проверяют по электрике, все ли правильно, калибруют там что-то такое в нем, сенсоры. Потом опять это все приходит ко мне. Я это собираю еще до какого-то предела. То есть здесь несколько степеней проверки. И, конечно, в итоге когда-то наступает момент, когда я, наконец, все закрываю, клею стикер с серийным номером, и все равно после этого отдаю ребятам на так называемую постпроверку. Вообще это называется военная приемка, то есть на заводах. Это когда сидит человек и за монтажником, потом за сборщиком проверяет вот каждую детальку, каждую точку, каждый узел, что все припаяно, что все стоит на своих местах. Пульсар, да, это стало изделием, связующим фактором. На нем отработались те моменты, моменты, которые раньше вызывали массу проблем. Во-первых, правильность технологичного процесса самой сборки. Во-вторых, Слава ввел абсолютно правильно советскую систему строжайшего учета всех операций. Он проходил через военные производства, я проходил через военные производства. В обязательном порядке каждая операция под роспись, дата, время, роспись, когда, что, кто делал. Согласен. Все хорошо, договорились. Ага, давай. В данном конкретном случае мы с вами наблюдаем, что наше такое популярное изделие, как пульсар, сейчас выглядит вот как некая конструкция из нескольких плат. Она у нас установлена в специальный кондуктор, который позволяет переворачивать под углом 90 градусов. И при этом мы получаем доступ к регулировкам. Пульсар – это очень технологичный прибор. Там практически нет проводов. Все было реализовано на жестких разъемах коротких. Они именуются ПЛС, ПБС. В нем нет шасси. Шасси – это такая рама внутри, на которую крепится абсолютно все. Мы же понимаем, что это такой грувбокс с четырьмя голосами. Поэтому эти голоса мы здесь можем наблюдать в виде отдельных плат, которые на разъемах крепятся к общему майнборду и легко снимаются. Соответственно, это позволяет осуществлять сборку достаточно простым способом, потому что основная плата закрепляется у нас в корпусе, а все остальное уже собирается на разъемах и на стойках. И надо только закрыть потом крышку. Мы для проверки специально делали вибростенд. И включенный аппарат у нас в вибростенде находился больше 10 часов. При этом у нас не произошла никакая поломка, ничто не отказало и так далее. Если на первом этапе выявляются ошибки, человеческий фактор, то на втором этапе уже выявляются какие-то, может быть, неисправные компоненты, среди которых попадается брак, что-то еще там, может быть, еще какие-то ошибки вылезают. В общем, для Пульсара там порядка 5 проверок минимум идет технического контроля. Для каких-то приборов попроще, типа там Лиры, например, там 3 этапа контроля. У нас каждое изделие, каждые платы фотографируются. Под нашим руководством может наш клиент снять заднюю крышку, получить доступ к платам, которые, как я уже показывал, на разъеме можно снять, осмотреть. И специфика нашего бизнеса такова, что мы отправляем дорогостоящий прибор очень далеко, то есть это другие страны, это в том числе даже и Австралия, даже Новая Зеландия. Стоимость пересылка достаточно высока, если прибор, не дай бог, выйдет из строя, то это будет говорить свидетельство о том, что мы в рамках исполнения своих обязательств мы должны будем за свой счет обеспечить пересылку к нам, отремонтировать, что будет, как правило, 3 копейки, и затем опять отправить. То есть помимо того, что мы доставляем неудовольствие нашему клиенту, мы несем потери. И нам намного выгоднее делать деталь качественной. Что такое бутиковый синтезатор? Это не только то, что, знаешь, мы лейбл наклеили, те же штаны, только с другой лейбла в 10 раз дороже стоят. Внутри пульсар, откройте там современное любое оборудование, откройте пульсар, и вы сразу увидите разницу. Вот в этом живет душа инструмента, как ты с ним взаимодействуешь, что ты чувствуешь, когда эти ручки крутишь. Поэтому даже если вы полностью скопировали схему инструмента, запихнули в маленькую коробочку, на SMD там все сделали, MIDI-IN прикрутили, это не будет клон действительный, то есть это будет функциональный клон, в какой-то степени звуковой клон, но не клон эмоциональный. И вот мы делаем как раз так, чтобы вот эта эмоциональная компонента максимально, насколько это в современном мире возможно, присутствовала. И это наиболее и резонирует, потому что SOMA, она чем прекрасна? Мы не вкладываем деньги в рекламу, потому что нас любят бесплатно, без дополнительных усилий с нашей стороны. Нам достаточно делать то, что мы делаем, и за это нас любят. В достаточной степени, чтобы это был бизнес. И, кстати, это одна из причин, почему мы можем вкладывать столько внимания и ручного труда в инструмент. И в этом немаленькая доля вот этой самой магии. И той теплоты, которую люди распознают. Потому что для людей SOMA – это душевное, эмоционально теплое явление. Очень важно творческому человеку, инженеру, именно чувствовать сопричастность к тому, что… Да вообще любому, надо сказать, человеку, мне кажется, это важно. Понимать свою роль и свой вклад в дело той компании, ну, того коллектива, в котором он работает. Мне кажется, здесь очень большой потенциал. И, в общем, мы стараемся его не упускать, вот этот потенциал. То есть всякий человек, который сделал что-то хорошее, он получает, во-первых, благодарность, во-вторых, ну как, мы действительно это знаем. То есть каждое из изделий, которое мы здесь выпускаем, можно сказать, кто, что, когда, на каком этапе помог в создании этого изделия. Человек это знает, мы это знаем, ну и по возможности стараемся об этом сказать. Поэтому не удивляйтесь, когда, например, вы видите документацию какую-то, допустим, мануал на какой-то наш прибор, обратите внимание, сколько там фамилий. Вот это, в общем, вершина этого айсберга.